друзья всем привет мы находимся на территории дилера хитачи наконец-то это хитачи добралась но будем делать диагностику рискатор погрузчик gcb 30x супер замок видим что он сломан вот ключ до конца не не заходите он и короче вот видно замок он сломан поврежден так сказать когда вот заводим на стрелка тахометра на 0 5 сотен и видишь я газ даю двигатель строит во первых и стрелка вот видишь падает вниз то есть она вот опять пошла вверх то есть он работать своей жизнью как у двигателя плавают обороты и мы видим я не знаю что либо помыли кабину здесь полностью химчистку сделали и у нас идет но испарение влаги у нас вот такая вода вот на потолку или у нас крыша потекает не знаю здесь должна быть резинка снизу вот здесь ну а не просто смотрю не знаю кто просто взялась замазал герметиком вот так и в видом по следам да по следам что вот видно герметику так скорее всего задний стекло уже меняли да меняли она не родной уже у него какая-то подкачка я еще капот не открывал ну какая-то подкачка где-то подсос воздуха что-то есть потому что работ обороты плавые двигатель плавает он не работает ровно так это гитара на руль полтается ну здесь есть автономка то есть мы видим блок управления и там она стоит под капотом то есть перед радио так все замотано проволокой капот у нас вот так поврежден порван здесь здесь замок который закрывает капот не работает здесь у нас вот это согнута вот здесь куда кто-то упало и здесь на это тоже не фиксируется не работает потому что это согнута и вот так даже решетка сама порвана здесь есть вебаста вот она аккумулятор стоит не штатный он должен быть здесь намного больше он то есть маленький он должен быть вот таких размеров он на 75 ампера должен быть где-то на 110 смотрим как покрашен кокс и как он сделан неправильно смотрим вот эти так скажем зубья смотрите какие они толстые зачем такие толстые это что вас полноповоротный эскаватор что ли тут надо быть тоненькие поставить зачем такие большие боковые вот это видно что наварили здесь смотрим износ челюсти он уже максимально видим есть трещина то есть между двух пластин который держит ребро жесткости между этой и который есть внутри вот так здесь уже есть щель тос надо наваривать восстановить здесь мы видим что заварили нож снизу вот здесь ну так скажем пятки ножа она что должен быть здесь друзья то есть он должен здесь смотрим два сантиметра он должен быть где-то 13 сантиметров да он должен быть такой то здесь уже износ такое что они просто взяли сюда наклопутили на пятку нож видим что здесь уже есть износ вы про самих посадочных и то есть достаточно большие люфты достаточно это все болтается вот видим здесь тоже да вот трещины ну то есть что есть износ моточасы говорят что здесь 7 с копейками тысяч моточасов проверяем дальше все режимы сейчас у меня стоит манометр на давление масло двигателей и таким образом у нас двигатель нагревается я проверяю как он разгоняется а 3 на 4 передачи как переключается работа способность так скажем коробки ходовой части и на мощность двигателя почему я друзья не люблю тройку с большими колесами то есть дорожный колесник потому что она и не тройка и не четверка вот эта середина она вроде есть и вроде и нету она очень неповоротливая то есть у него угол поворота колес очень маленький то есть четверка поворачивает лучше чем тройка и тройка с маленькими колесами она тоже маневренее чем вот эта тройка на самый неповоротливый вообще искать погрузчик это самый неповоротливый если кто-то не знал то узнаете угол поворот колес у него очень маленький здесь конечно это уже сломано крышка вот это что мы здесь видим конечно мыло что мы можем здесь увидеть кроме мыло смотрим что задний ковши быстросем тоже покрашен и покрашен на территории хитачи друзья у дилера хитачи и смотрим покрашена тоже видите то есть покрасили другие элементы то есть если мы говорим о качестве ремонта дилеров то я всегда говорю что она сомнительна ведь вот как напыление идет то есть как-то вот закрыли вот так тряпкой и все скотчем никто не заморачивался закрывать но в этом пальце вот в этом соединении если здесь получили в особо она не работала мы с ним смотрим внутри стрелы видим что шланги есть уже не оригинальный то есть видим в оплетке оригинальный 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 сколько 4 шланга уже у нас не оригинальных даже видно как затянули вот это крепление согнуто уже и здесь видим что есть не оригинальный шланг и заплетки уже герметик намазанный вместо резинки одна защита есть стопа а второй нету то есть топливный двигатель смотрите я поворот буду делать ставим обороты ну тыс четыреста да я буду поворачивать практически сколько четыре сотни просад по двигателю слышно задний рабочий свет не работает вообще и гидравление работает вот ремень уже видно что он уставший нужно заменить давление масла двигателя на горячее подымается потихонечку три бара еще до на час 3 2 давление масла двигатель вот вы все кричите дилер 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 да а фурса у дилера вот в коробке щуп полностью сухой вообще нет масла в кануу нет уровня масла в коробке и скатер только что заглушить заглушен да то есть если бы ну на заведен вообще-то мы понятно кто-то не было но на заглушенном даже нету в коробке и в двигателе также смотрите щуп чистой засовываем до конца засунул и смотрите где должен быть уровень масла двигателей вот видите да а здесь он даже ниже не минимум то есть даже двигатель нет уровня масла нахожусь еще раз напоминаю у дилера хитачи ну сами решают двигателя согнут вот здесь удар был соединение пельня кардана тоже имеет небольшой люфт распределитель мокрый подтекает захотел друзья открутить пробки вот смотрите болтается капец что граник но в стране хороший ничего не разбит вот разбито 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 не могу не могу открутить просто даю нагрузку он это вылетает даже я не пробовал вот увидели даже ружавчина тут есть ведь это и не разбива тоже разбито а здесь мы видим уже пробка новая уже заменена уже здесь уже заходит более плотного пробка новая ну короче видимо откручивали не понятно чем не инструментов и игра не сломать обратите внимание друзья чтоб покрашена крышка бортовой но здесь ничего не заклеено вот видим что напыление идет на диск тоже то есть ну а качество краски но видно жавчина тут как бы уже ну ладно короче не будем про это эскалатор мыли подготовили пошел покрасили а видите как он был в каком состоянии там где не мыли то есть он полностью грязи все друзья диагностику я закончил достаточно много дефектов я нашел хотя тут говорят что даже слома не были делать диагностика не знаю говорят что в хорошем состоянии он ну я так не считаю